Всем большой привет! Меня зовут Ольга. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своим покупкам по четвертому каталогу компании Faberlic. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, с чего хочу начать, это с декоративной косметики, с косметики для лица, а точнее для глаз. Это были двое теней из серии Идеальная Классика. Так вот они выглядят. Это у нас ежевичный мусс оттенок 5163. Это черничное суфле. Да, черничное суфле номер 5165. Вообще, скажу честно, я уже покупала тени из этой серии Идеальная Классика, по-моему, кофе с молоком и бразильский орех. Но они в тот момент меня очень сильно разочаровали. Они были абсолютно не пигментированные. Я их благополучно отдала маме. Ей не понравились, она ими пользуется, ей достаточно пигментации. Мне нет. И заказывая эти тени, я боялась, что с ними будет то же самое. Хотя вот на этот продукт я видела отзывы у других девочек. Вот про этот, про эти тени я не нашла. И взяла. Просто мне очень понравился цвет. Очень захотелось этот цвет. Выглядят они стандартно. То есть, здесь так вот они открываются. И еще открывается один ярус. Там у нас маленькое зеркальце и спонжик. Ну, я такими вещами не пользуюсь. Возможно, в походных условиях, возможно, этим всем воспользоваться. Я не знаю. Вот. Теперь по порядку. Вот эти тени. Когда получила, сразу же, конечно же, попробовала. Так вот они выглядят. Они меня не разочаровали, скажу сразу же. Сегодня они у меня на глазах. Причем обе эти палетки я использовала все четыре цвета. Вот. И вот так вот они переносатся. Очень красивые цвета. Мне понравился особенно вот этот голубой. Это именно тот цвет, который я давно искала. Это нежно-нежно голубой. С мягким-мягким сатиновым отблеском. Я не скажу, что он матовый. Но не скажу, что он сильно блестящий. Нет. Он не блестящий. Он мягкий-мягкий сатиновый блеск дает. Коричневый практически матовый. Практически никакого блеска не дает. Но также пигментированный. Также они переносятся на глаза. Отлично наносятся. Не сыпятся несыпучие тени. Не пылят. Очень мне понравилось это качество. Именно вот этих теней. Прекрасные. И цвета как раз то, что я и хотела. Оттенки. Лежат на глазах. Но я их наношу на базу. Держатся в течение дня. Никуда не сползают. Ничего с ними не происходит. В общем, я очень довольна как слон. Как говорится. Что хотела, то и получила. Второй оттенок. Вот так вот. Он выглядит. Сейчас сделаю. У него тоже сводч. Это такой розовый и черный. Так вот он выглядит. Немного сыпучий розовый. Такой, знаете, немного меловой. Я бы сказала. Но также с таким нежным сатиновым финишем. То есть он и не матовый. Но в нем нет перламутра. Нет никаких блесток. Он просто нежно переливается. Такое нежное свечение, я бы даже сказала. Черный практически матовый. Но в черном также присутствует мелкий-мелкий-мелкий шиммер. Который абсолютно не виден на глазах. Никуда он тоже не осыпается по лицу. Ничего с этим блестками не происходит. Они наносятся туда, куда вы их наносите. И там себя прекрасно ведут. Тоже от этой палетки я также в полном восторге. Отличная пигментация. Вот чего я не могу сказать о тех двух. Кофе с молоком и бразильский орех. Которые меня в самом начале моего знакомства с этими тенями разочаровали. Еще раз покажу сводча. Что еще очень удобно. Их можно комбинировать. Можно розовый использовать с коричневым. Голубой использовать с черным. Либо все вместе цвета использовать в одном макияже. Как это сделала сегодня я. Хотелось посмотреть все их в действии в раз. Рекомендую. Пробуйте. Бюджетный вариант. Отличные тени. Именно вот эти два цвета. Далее я взяла на пробу. Румяна для лица. Из серии Eye to Eye. У меня персиковый. Не помню как называется. С персиком связано. Артикул 62.04. Так вот они выглядят. Стоили они что-то тоже какие-то смешные копейки. 129 по-моему рублей. Здесь у нас достаточно много продукта. Сейчас покажу сводчи. Такой нежный персиковый цвет. И какой-то цвет как чайные розы. Пыльные розы. Так вот если вам будет видно. Так вот два цвета. Это вот два цвета разные. И вот если их смешать. Вот этот цвет. Это смесь. За свои деньги прекрасные румяна. Хорошо ложатся. Сегодня они также у меня на лице. Держатся. Дают естественный румянец. Их можно наращивать. Но не переборщив. Вот. Хороший продукт. Рекомендую попробовать. Далее я купила два лака. Из серии Жар Птица. С голографическим эффектом они. И к ним шла в подарок. Жидкость для снятия лака. Вот так вот она выглядит. Здесь у нас 100 миллилитров. Вот она шла в подарок этим двум лакам. Это у нас артикул 7158. Названия все оставлю внизу. И артикул 7153. Сейчас покажу их вам на ромашке. Вот так вот они выглядят. Если у вот этого цвета еще виден какой-то явный голографический эффект. Там видно, что блесток много. Они шиммер вот этот разный. То у красного цвета, я, честно говоря, взяла его из-за цвета. Мне понравился сам красный цвет. Давно не покупался красных лаков. Но какой-то голографический именно эффект в том понимании голографии, в котором мы привыкли видеть другие продукты. Здесь этого нет. Здесь просто красный, такой перламутровый цвет. Еще не пробовала их на ногтях. Не пробовала их носить. Как долго они держатся. На самом деле слышала отзывы, что они не очень долго держатся. Но ногти ногтям рознь, как говорится. Я буду говорить, что будет у меня. Скажу об этом попозже. Поэтому пока просто показала вам покупку. Также за покупку декоративной косметики можно было заказать по акции тушь за 99 рублей. Тушь у нас называется... Открытый взгляд, что ли. Артикульный 55.00. Вот так вот. Но понятно, что почему она идет по распродаже. У нее дата изготовления 9 сентября 2012 года. Я ее еще не распечатывала. Поэтому пока не могу вам показать кисточку. Покажу в других видео. Но отзывы на нее очень хорошие. Попробую, расскажу вам. Это были все покупки декоративной косметики. Сейчас переходим к уходовой части. Приобрела я себе по акции. Там шла со скидкой такая вот сыворотка для лица. Сияние кожи. Так вот она выглядит. Здесь 30 мл. Шла она вот в такой коробочке. Там внутри есть подробная инструкция. Как ей пользоваться. Она наносится раз в день, вечером. Под вечерний крем. Под ночной любой крем. Я наношу под свой любимый пролексир. Стимулирует обновление кожи. Обладает легким осветляющим эффектом. Продает лицу ровный тон. Делает поверхность кожи безупречно гладкой. Разглаживает мелкие морщинки. Глубоко очищает поры. Пользовался я ей всего пару раз. Скажу честно. Поэтому о каком-то видимом эффекте пока сказать не могу. Она хорошо увлажняет кожу. Она обладает легким осветляющим эффектом. Да, это есть такое. Кожа как будто бы начинает немножко подсвечиваться изнутри. Единственное, я заметила, что мой ночной крем после нанесения этой сыворотки немножко дольше впитывается. То есть он впитывается не так быстро, как он впитывается без нее. Но я надеюсь, что эффект от этой сыворотки выглядит. Она вот такая вот полупрозрачный крем. Который наносится, разносится. И кожа немножко как бы не то, что она влажная. Так вот остается. И после ее впитывания наносится ночной крем. Когда я использую до конца, я думаю, будет у меня уже более подробный отзыв на нее. Буду ли я повторять ее, не буду, пока не знаю. Далее я взяла себе по акции. Шла она, по-моему, за 899 рублей. Можно было купить три шага. Шага – это программа пилинга, микродерм, химический пилинг, пилинг с анокислотами, крем, состерапия, восстановление и микродемамбразия и энзимный микропилинг. Этой серией я еще не пользуюсь. Я планирую ей начать пользоваться и делать раз, либо два в неделю. И потом, через, скажем, месяц смогу сказать более подробный отзыв об этой серии. Просто взяла, потому что шла с большой скидкой. В четвертом каталоге. И также со скидкой я взяла три таких продукта. Это антицеллюлитный активатор, шаг первый. Далее антицеллюлитный гель, шаг второй. И к ним взяла вот такой массажер. Этими двумя средствами я еще не пользовалась, но о них я расскажу подробно в другом видео, которое будет уже очень скоро про похудение. Массажером я уже успела попользоваться. Мне он очень понравился. Он очень удобный. С ним не устают руки. Он действительно массажирует большую поверхность. То есть сразу достаточно широкая поверхность рабочая у него. И не вызывает болевых ощущений, а именно вызывает приятные ощущения, как будто вы сделали себе массаж. Очень удобная вещь. Так вот его держишь. Достаточно такая большая. Удобная, хорошая. Мне понравилось. Буду с удовольствием пользоваться. И были у меня еще продукты для волос. Я купила по акции. Говорила в предыдущем виде, что в этом каталоге также будет акция на бальзамы и шампуни из серии BioArctic. Это у меня с экстрактом медовой морожки. Вот этот мне очень нравится. Я его уже брала для поврежденных и тусклых волос. Придает блеск. Просто такой зеркальный блеск волосам. Очень понравился. Взяла еще обязательно. И на пробу из этой серии. Также по акции для тонких и ослабленных волос с экстрактом полярного мака. Это я еще не пробовала. Взяла на пробу. Вот. Жампунь. И взяла себе расчески. Одна это такая массажная расческа. Вот Фаберлик. И вторая это такая вот круглая расческа. Для укладки. Здесь удобно. Держатели у них для первого большого пальца удобные. Расчески мне понравились. Очень хорошо расчесывают волосы. Не выдирая их. То есть прочесывает массажка хорошо. Укладку еще не пробовала сделать с этой расческой. Но я думаю тоже она меня не подведет. Вот. Собственно это были все уходовые покупки и декоративные покупки по четвертому каталогу компании Фаберлик. Были у меня еще покупки добавок. Но об этом я опять-таки скажу в другом видео про похудение. Подробно расскажу. Которое уже очень скоро появится на моем канале. Спасибо за просмотр. Надеюсь вам было интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok